Всем привет-привет, мои дорогие подписчики, гости нашего канала. У нас доброе утро, и как вы слышите по голосу, я заболела. Чувствую себя бодро, хорошо, но мне просто всю ночь не давал кашель спать. Такой он лающий. В общем, дети переболели, и теперь заболела я. Я так думаю, что следующая, наверное, очередь нашего папы. Ну, не хочется, чтобы он болел, но это вирус, и тем более мы все живем в одном доме, от этого никуда не деться. Если иммунитет не переборет, эту заразу придется тоже переболеть. И у нас на улице самая настоящая зима, посмотрите, сколько выпало снега. Я, скорее всего, после обеда уже выйду и прочищу тропинки. Я не знаю снег, я очень люблю кидать, хотя вот тоже читаю комментарии, многие там пишите. Вот, если бы Александр Николаевич любил, никогда бы тебе не позволил кидать снег. Да снег кидать в одно удовольствие. Может быть, вам не нравится, да кому-то не нравится. Я очень люблю, да и он не такой и тяжелый, и его не так много. И посмотрите, какая у меня тут появилась краса. Да, я заболела, у меня была, так скажем, небольшая депрессия. И вот меня Сашуля решил порадовать такими шикарными розами. Один букетик мы уже убрали, который он мне подарил на день мамы, от себя, от детей. Вот, и еще одним букетиком порадовал. Так он подходит под наш семейный портрет. И у нас уже время 20 минут 9. Слышу, главное, что сосед-то уже чистит, кидает снег. У нас всегда вот соседи наши именно рано выходят, чистят дорожки, прочищают. Я выхожу всегда после обеда, а Сашуля говорю, да, спи, зачем вставать? Не знаю, ну, снега ведь не по колено, что мы тут пройти не можем. Надо вот все подрываться, в 6 часов идти чистить. Ну вот, посмотрите, сколько тут снега. Мы запросто пройдем, и дети пройдут. В школу ничего не случится. А потом уже после обеда я выйду и аккуратненько все прочищу. Не знаю, я в этом вообще сложности никакой не вижу. Так, открыла я окна проветрить. Анюта там все равно спит у себя в спальне. Ее никак этот сквозняк не касается. Вот, хочется свежего воздуха зимнего, чтобы зашел в дом. Котики тоже дома. Я вот сегодня ночью, я говорю, этот лающий кашель. Так-то я себя чувствую бодрой. Кажется, что я вообще не болею. Вот единственное, что кашель как подступит, и ты просто не знаешь, что сделать, что выпить. Куда себя ударить, чтобы это прекратилось? В общем, для детей у нас тут все. Вот такое вот горячее питье со шеей себе запаривала. Кстати, немного, мне кажется, он даже мне помог. Сосульки и вот такой вот флюкомп я себе тоже со вкусом лимона. Так, надо палочки. Кстати, тоже кто-то писал, что, Яна, зачем в кухне палочки? Может быть, правда, зачем? Туда как бы запах готовки такого. Ну, мы ведь не готовим тут постоянно. И тем более вытяжка. Ты сейчас готовишь, и этот вот запах готовки дома остается просто капельку. А заходишь в дом, у нас идет сразу кухня. И такой приятный запах. Я очень люблю вот эти вот палочки. Сашуля, конечно, возмущается. Он это все просто органически не переваривает, ненавидит. По-другому даже не могу подобрать слова. Химия, задыхаемся, зачем это надо. Он всегда против таких штучек. А мне нравится. Ну, девочки, наверное, и девочки. Может быть, еще молодость. Может, когда я стану старше, я тоже буду придерживаться всего натурального, да, домашнего. И как можно меньше этой химии. Хотя я считаю, сколько всего в воздухе. И мы это все вдыхаем. Так что это, я думаю, что сильно прям так уж и не повредит. Так, ладно, выключаем мы. Так, тут посуда, как завтракали. Я еще ничего не мыла. Так что идем монтировать для вас видео. Вам всем хорошего дня. Отличного настроения. Никуда не уходите. Оставайтесь вместе с нами. Пусть ваша вторая половинка балует вас, ухаживает. Внимание, когда вот нам тяжело. И ты ощущаешь эту поддержку, становится намного легче, когда ты чувствуешь эту любовь и заботу. Вот. А это мое, видите, спальное. Спальное ложе. И тут уже кто-то просто приземлился, занял мое место. Бусятка. Кто же тут мог еще лежать, да? Скажи, с мамочкой надо тут спать. А сейчас мы одеялком укроемся, окна открыла, и по полу такой прям, знаете, холодок приятный. Так хорошо тут лежать на диване, хотела сказать, на полу. Мягенько. Мы так любим поваляться. Кому-то может быть твердо. Я наляг на кровать, либо на диван. Но я вот люблю утром, именно вот утром, вот так вот кинуть подушку, включить гирлянды, лечь на пол и монтировать для вас видео. Да, Буся? И Буся вот приходит, меня лечит. Сейчас начнет мне делать свой фирменный массажик. Да, Бусь? Массаж сейчас будешь делать. Все, ладно. У нас тут отдых, поэтому мы отключаемся. Да? Отключаемся, Буся? Вот. Еще и песенки мне поет. Не только массаж, но и песенки. У меня тут идет готовка полным ходом. Выполняю всех заказики. Максимка просил сварить ему кисель. Вода уже стоит. Со вкусом вишни. Закинула я варить огромнейшую просто куриную грудку наших домашних бролеров. Посмотрите, какой бульончик желтенький. И этого мяса для борща будет очень много. Половину я, скорее всего, заберу на очень вкусный салат. Анютик проснулась, попросила сварить ей кукуризную кашу. Еще минутки две и буду выключать. Добавим масло. Сахарок я уже насыпала. Прям чуть-чуть она сладенькая. С хлебушком тоже очень вкусно. Не знаю, почему. Вот каши я именно люблю с хлебушком. А себе я сейчас сварю вареники с творогом. В общем, кто что хочет, кто что захотел, по желанию. Первое, второе, третье. Ну, а вообще, как удобно и хорошо, когда в заморозке есть пельмени домашние, вареники. Вот когда мы с вами, да, лепили, это уже было давно. И мы вот лишь только сейчас съели пельмени и вареников осталось немного. Так, почистила я картофель. Кстати, часто меня там ругаете, тоже пишите, почему, Яна, ты никогда не моешь картофель, чистишь его грязным. И кто-то даже утверждал, кто живет тоже в Тамбове, в Тамбовской области, что тут земля чернозем. И представляю, какая у Яны грязь. Остается эта вся земля, да, и ее отмыть невозможно. Не знаю, у меня белый, ну, немножко серым линолеум в кухне. Кухня белоснежная, раковина. Все мою, все чистенькое. Я не знаю. Возможно, это как-то идет с семьи. Мама у меня никогда не мыла картошку. Ну, нет, это, наверное, неправильно. Просто я не мою. Не вижу в этом ничего плохого. Я ее почистила, помыла в нескольких водах. Вот, порезала, пожалуйста, вода чистая. Как бы, ну, не знаю. Пусть я буду какая-то неправильная. Я так привыкла, и я считаю это правильным. Я никому не навязываю, никогда ничего не утверждаю, и не говорю, что это правильно. Каждый делает, как привык, и как ему, наверное, удобно. Порезала я капусту, лук, морковь. Так что готовка в процессе. И, кстати, сейчас Анюта проснулась. Мы с ней искали чешки и не смогли найти. Так что после обеда, как пообедаем, Максимку заберу из школы. Нужно будет сбегать мне в центр и купить ей чешки на танцы. Ну, не будет ведь она бегать, танцевать в одной. Правильно, не знаю, где она ее потеряла. Но, в общем, выпала. Выпала, так что надо сбегать мне и купить. Не буду я отвлекать Сашулю тоже во время обеда, чтобы он поехал. Ну, как бы, хочется ему прийти, тоже поесть спокойно чай. Чай, это что такое? Чай попить, отдохнуть и поехать спокойно на работу. Так что пойдем после обеда с вами в центр. Сегодня занятие, и чешки нам просто необходимы. КОНЕЦ 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 Я уже в центре. Немного вам нашей зимней красоты. Иду сейчас в Сбербанк и домой. Купила я чешки. Хорошо, что взяла я с собой. Точнее, нет, не чешки, а балетки. Вот, потеряла она и осталась. Видите, у меня одна единственная. И вот думаю, как угадать с размером? Возьму с собой. И хорошо. Тридцать четвертый размер. Тридцать пятый прям слишком огромный. И вот такие чешки стоят 400 рублей. Казалось бы, кусочек материала 400 рублей. Но сейчас дешево, ничего нет. Все дорого. Тоже работа, труд. И сколько же снега выпало. Красота. Солнышко даже немного проглядывает. Ну все, идем в Сбербанк. И потом уже зайдем, наверное, на обратном пути в пятерочку. Что-нибудь купим домой. В холодильнике мышь повесилась. И потом уже идем домой кидать снег. И потом уже идем домой кидать снег. И потом уже идем домой кидать снег. Тридцать пятый. И то есть слава. Айфай! Снег откидала, баню растопила, переоделась и вот прибежала за Анютой в школу. Получается, один урок еще остался, литературное чтение, но она уже на него не пойдет. В общем, отпросили мы, так как записаны к ортодонту и у нас вторая смена. Как ни крути, ни раньше, ни позже, но уже времени не было и подруга там ее проводит, обнимаются, никак не отпустят. Сейчас уже звонок прозвенит на урок, а они все прощаются, никак не выйдет. Стою, жду, жду, а ее все нет. Еще в магазин успела даже я сбегать в пятерочку. Все, Анютик вышла, идем домой. Как всегда, переживает, не хочет она, чтоб ей снимали брекеты. То плакали, не хочу, чтоб вообще ставили брекеты, сейчас их жалко снимать. Так мы уже с ними, да, привыкли ходить. И красивенько все, и резиночки каждый месяц разные нам ставили, меняли. Конечно, теперь не хочется их снимать, но в них тоже ходить долго, вредно, нельзя. В общем, идем. Давай. Иди, иди, я тебя догоню. Ты куда? Пешком идем. Да, уже привыкли, что нет-нет, папа на машине приезжает и сразу на остановку. Ножками идем. Темнеет так вообще рано. Круть-сверть, уже на улице темно. И сегодня морозик, прохладно на улице. Ветерок прям холодный, я бы сказала. Еще снег кидала без перчаток и прям руки замерзли. Потом сидела просто возле печки и грелась. Все. Идем домой. Сейчас прям быстро переодеваемся. Там уже и Сашуля за нами заедет. И выезжаем. Выезжаем в Мичуринск. Время уже 5. Мы только зашли домой. Анютик сразу померила балетки. Дочь, нормально тебе? Да. А ну покажись. Да, хорошо. Что я тебе не взяла 35 размер. Ты бы в них, конечно, утонула. И там уже, наверное, папа приехал. Ага. Всем приветчики. Так. Мы только домой зашли с дочей. Вот Сашуля с работы. Всем привет. Приехал. Все. Одеваемся. Сейчас Максимка кормит котиков, насыпает корм. Это все убираем в холодильник и едем. Посуду я уже уберу. Потом перемыла. Все тут составила в раковине. Единственное, раковину саму не помыла. Так смотришь, что там вкусненького купила. Кстати, вот такие вот лепешки очень нравятся. Готовятся очень быстро. Вкусно. Вот утром на завтрак или даже в обед. Яйцо. Порезал все, что есть. Колбаску, сыр. Вот приедем. Надо будет приготовить. Очень они нам полюбились. Кстати, кто там хотел увидеть куртку Александра Николаевича, вот она, кстати, на нем. Вот демонстрирует вам. И шапочка тоже новенькая. Вот. Хорошая такая куртка. Хлебушек взяли. Лучок. Это вот специально для таких вот лепешечек. Колбаска детей самая любимая. Вот именно вязанка докторская. Больше никакую они не любят. Ну, еще вот белорусская на дровах. Максимке там не дают. Фикс тебе не дает насыпать, да? Ну, он такой. Максимка его гоняет, гоняет, убирает, а он прям лезет своей мордочкой пушистой в сам пакет. Когда у нас нет чего-то дома жидкого покормить, борщ там, суп еще что-то, я беру им китики. Иногда даю. И вот барни купила я целых три пачки. Дети по утрам тоже после как того, как перекусят хорошо, еще вот чай всегда берут. Мишку барни либо в школу. Все, ладненько, убираем холодильник и мы поехали. Мы приехали. Кстати, по дороге ничего не снимала. Хотя зря. Там такие были красивые дома уже. Все украсили гирляндами. Так, бахилы одеваем и заходим. Вроде как никого нет. Ой, уже тут тоже, видите, елочка стоит. Кругом новогодняя красота и суета. Ждем, когда нас пригласят и смотрим. Тут изменения произошли. Появилась такая тумба. Книжечки детям, чтобы было не страшно. Конфетки. Дочь, угощайся, пробуй. Вон какие-то всякие разные, интересные. Я возьму одну вот такую вот апельсиновую елочку. О, как красиво. Посмотри, дочь. Какие брекеты. Все такое разноцветное. Кругом зубы, зубы, зубы. Как настроение? Отлично. Не успела я ее перезаплести. Так, в школьной форме и поехали. Торопились. И вот конфетка. Вкусная сосулька. Угощайся. Может, сегодня уже дочь. Да, тебе их и снимут. Так что запоминайте Анюту. В них. И скоро будет без них голливудская улыбка. Не хочешь снимать, что ли? Представляете, как брекеты не хочет снимать. Так она к ним привыкла. Уже такие родные, да, дочь? Родные и любимые. Мимо нашей любимой шаурмичной мы просто не могли проехать. Остановились, заехали. Купить самую вкусную, самую сочную на свете. Так. Тут еще помимо шаурмы всякие вкусности есть. Сосиска в тесте 45 рублей. Пирожок с картошкой 30 рублей. Сосиска с картошкой 60 рублей. Также можно купить и кофе. Чего тут только нет. Тут какой-то знакомый молодой человек стоит. Тоже шаурмы захотел. Как хорошо. Мы дома. Приехали домой. Сейчас будем ужинать. И надо будет делать уроки. Так, ну-ка, красотка, шапку бегом. Это что такое? Вышли они без шапки. Модница. Холодно. И, кстати, вот тоже читала комментарии, когда мы ездили в бассейн. Многие подумали, что Сергей и Наташа ездили с нами. Ну, не знаю, какая у вас огромная машина, но у нас 10 человек не войдет. И даже... Да, и 6 человек в машину точно не войдет. Тем более, дети сидят в креслах. Они сами отдельно. Мы отдельно. Уезжали. Свет вот оставила включенным. Котики там дома. Все, кстати, еще по поводу котиков тоже писали. У нас как бы есть сарай. И они, если им тут на улице холодно, могут всегда через крышу залезть туда и погреться там. И я говорю, у нас коты не просятся. Ой, точнее, они ходят дома в туалет. Они просятся на улицу. Ну, и как бы, да, приехать. И чтобы тебя ждали сюрпризики непонятно на кровати или еще там где-то. Но как-то не хотелось. И на улице не так уж и холодно. И они всегда могут погреться в сарае. Вот. Объяснила. То просто много людей писала, утверждала, обвиняла и так далее. И очень многих людей заинтересовала, на какой платформе мы занимаемся. Нравится ли нам? Можете ли вы посоветовать? Да. Я могу вам порекомендовать. Занимаемся мы неделю. Посмотрите, как Анюта сосредоточена. Тем более у нас трудности с математикой, да. А у родителей вообще, мне кажется, очень круто, что есть такие онлайн-репетиторы, которые будут индивидуально заниматься с вашим ребенком. У нас часто не хватает на это времени. Да и мы не сможем так родителей объяснить, как профессионал своего делать. Тем более на платформе Тутгуд 30 предметов. И заниматься можно от 4,5 лет до 17. У нас трудности с математикой, поэтому мы выбрали онлайн-репетитора по математике. У Максимки трудности у нас с русским языком. Я тоже уже задумываюсь о том, чтобы он занимался. Просто я боюсь, что у него не хватит на это терпения. Ну и кто спрашивал, обязательно оставлю ссылку в описании канала и закреплю в комментарии. Платформа называется Тутгуд. Очень все увлекательно, интересно, индивидуальный подход к вашему ребенку, задачи, примеры в виде игры. Вот сейчас вам еще немного покажу. Ладно, не будем отвлекать, пусть занимается. А то она и там слушает, и ушки, как у слона, сделала, чтобы слушать, что там мама говорит. У нас уже время очень позднее, пол первого. Я тут села немного с вами поговорить. Мы приехали домой, сделали с детьми уроки, поужинали и легли все спать. А я поработала. И вот сейчас пришла на кухню, навела себе чай с лимончиком. Села спокойно почитать комментарии. Ну и думаю, что просто обязана ответить на некоторые комментарии, потому что что не комментарии, так один и тот же вопрос. Где и почему не взяли Наташиных, Сергеевых детей? Ну я тут вообще просто не имею никакого права как-то комментировать. Это не мои дети, это не моя семья. И Наташа, если захочет, то обязательно вам ответит. И даже если я что-то комментирую, отвечаю на какие-то вопросы по поводу Наташи, то это лишь только с ее разрешением. Дальше, как мы добирались? Нарушаете, скажите, правила дорожного движения? Как можно поместить 6 человек в одну машину и так далее? Каких там только догадок не было. Я думаю, что в любую легковую машину 6 человек не войдет. Тем более, когда дети сидят на детских сиденьях. Я не знаю, что тут еще комментировать. Я говорю, у моих подписчиков, конечно, фантазия работает. Ну и догадки, домыслы самые разные. Я даже не знаю честно, что ответить на этот вопрос. Пусть мы будем, нарушаем там правила и так далее. Жалуйтесь. Ну каждый добирался сам. И мы встретились лишь только в точке назначения, где мы и должны были все быть. И также очень много было возмущений по поводу шапочек. Плавали в бассейне, волосы и так далее. Но, во-первых, сейчас такие новшества, технологии, фильтра работают постоянно, собирают всю грязь. И мы сразу же спросили, что нужно иметь с собой. Ну тапочки по желанию, естественно, полотенце и все прочие другие там вещи. Шампунь, гель, если ты, да, желаешь принять душ после всего этого. Шапочки не надо. Может быть требуют в общественных бассейнах, где много людей. Это получается частная, да, такая организация, так скажем, где ты можешь арендовать любую комнату, где имеется бассейн, баня, стол, например, для посиделок нам посоветовали вообще наши знакомые, которые ездили, отмечали там день рождения. И вот говорят, съездите, не пожалеете, детям понравится. Это не дешевое как бы удовольствие. Просто многие писали, что надо было брать на часов так 7, а то и больше. Час стоит 3000 рублей. Там сауна вы видели, хамам и бассейн, душ, туалет, ну вот я как говорю, стол, гардеробная. Ну и в принципе все. Также имеется там кухня, если вы ничего не привезли с собой, какой-то там перекусик, можно все купить. Ну, иногда можно съездить и себе такую роскошь позволить. И очень много людей удивились моей реакцией, что я радуюсь просто как какой-то дикарь. Ребенок бассейна я на сауну не видела. Да, мы такую роскошь позволяем себе, редко куда-то выезжаем, и мы всегда радуемся. Я ничего в этом плохого не вижу. Может быть, вы ходите каждый день в разные бассейны, еще что-то там посещаете, и вас этим не удивить. Да, нас этим удивить. Мы были всем в восторге, очень довольны. Ну, самое главное, были дети счастливы. Конечно, не было там каких-то горок, да, это не аквапарк огромный. Но мы и рады этому. Я думаю, что мы и посетим аквапарк когда-нибудь всему свое время. Будет возможность, куда-нибудь выйдем, вот. Так что всем большое спасибо, кто порадовался, кто отдохнул вместе с нами. И вот я недорассказала по поводу шапочек. Шапочки не нужны. А так, конечно же, я их приобрела, купила, думаю, если вдруг надо. Но если нет, то нет. Там просто столько хлорки, все это обрабатывается. И я говорю, это не общественный бассейн. Ну и вообще, наверное, везде свои правила, везде все по-разному. Поэтому я вам рассказываю именно за то место, где отдыхали мы. Ну и, собственно, все. Вот такие вот, наверное, были там комментарии. Одни и те же. И больше-то прокомментировать-то и нечего. Так что отдохнули хорошо. Дети просят еще. Я говорю, обязательно съездим. Но когда-нибудь потом. Это вот хорошо, что мы ездили две семьи, как бы, да, напополам. Это, а если одному поехать, и, да, там были также комнаты полторы тысячи рублей, тысячи рублей. Но там бани, вот эта вот сауна до такой степени горячая, просто невозможно сидеть. Поэтому мы выбрали комнату побольше, где есть хамам. Там лишь только в одной комнате есть хамам, где могут посидеть как дети, так и взрослые. Так что все, мои дорогие, ответила на ваши вопросы. Надеюсь, вы всем довольны. У меня все на ночь начинает голос хрипеть. Наверное, устает. И, кстати, тоже читаю комментарии. Многие пишите. Яна, какая ты была волка? Кто-то с негативом, кто-то с позитивом. Ну, каждый со своей, так сказать, колокольни. Я и в жизни такая говорильня. Я всегда была общительная. Я люблю разговаривать. Г-г-г-г-г, как вы пишете, смеяться. Вы просто еще не знаете. Мой настоящий смех. Как я могу смеяться? Вы бы точно испугались. Ну, вот такой вот я человек. И меня уже не переделать. Да и не собираю себя переделывать. Меня все устраивает. Я такая, какая я. Я есть. Мои родные и любимые меня любят. Ценят за это, за мой позитив. За мои какие-то другие качества. Все мы с вами разные. Так что всем большое спасибо за поддержку. За то, что вы с нами. За ваши добрые слова. Все. Всем пока-пока. Я тоже иду спать. Берегите себя. Будьте здоровы. Сейчас вообще болеет. Очень много. Так что всем богатырского здоровья. Все. Пока-пока. Завтра увидимся.